И, в первую очередь, про что хотелось поговорить, я, наверное, не буду показывать презентацию, это будет немножечко другой у нас формат. Мы с вами попробуем, те, в любом случае, кто еще не знаком с Bittrex, самостоятельно пощупать, посмотреть, что это такое. Я вас сразу приглашаю на сайт, который называется bitrexlabs.ru. Можете набрать у себя в адресной строке. И давайте вместе с вами запустим так называемую виртуальную лабораторию, на которой мы сможем протестировать, посмотреть демонстрационный сайт. В принципе, это уже готовый сайт, который уже можно наполнить своими товарами и начать использовать. У нас есть вот такой вот универсальный шаблон, мы называем его универсальный интернет-магазин. Давайте меньше слов, больше дела. Нажмем большую зеленую кнопку. Так он у нас просит админ. Придумаю сейчас пароль какой-нибудь, самый простой. Или не очень простой. В любом случае, у нас будет доступен администрационный сайт в течение трех часов, после того, как мы его активируем. Если же вы хотите побольше потестировать, посмотреть, покрутить и понастраивать интернет-магазин, то вы можете на сайте 1SBittrex скачать демо-версию. Давайте прямо наберем, посмотрим, как это у нас происходит, как это называется. Вот здесь в разделе скачать, управление сайтом, можно будет скачать как раз демо-версию. Вот она здесь. Обращу внимание, что мы в качестве демо-версии предоставляем дистрибутив редакции Business. Есть у нас и другие редакции. Я чуть-чуть, наверное, даже в самом конце расскажу, что это за редакции, чем они друг от друга отличаются. Но пока у нас уже создан мой сайт, вот он по таким адресам будет. Я его не буду запоминать, потому что он у меня будет в адресной строке. И мы переходим к процедуре установки нашего демонстрационного продукта. Я выбираю шаблон интернет-магазина. Нажму кнопочку «Далее». И, в принципе, когда вы самостоятельно, или если вы обратитесь к партнеру, или к какому-то специалисту, который вам будет настраивать Bittrex, процесс установки дистрибутива будет точно так же выглядеть. Пока у нас только один шаблончик есть. Выберем цвет интернет-магазина, который будет красным. Допустим. Дальше. Настройки продукта. Да, сразу указываем название нашего магазина. Выбираем какой-то логотип, если у нас уже он есть. Ну, либо оставляем тот, который по умолчанию стоит. Я оставлю тот, который по умолчанию. У вас наверняка будут какие-то свои. Указываем какую-то контактную информацию. Метаданные, да, то есть те слова, которые у нас будут в поисковых запросах участвовать. Мобильное приложение. Мы сегодня не будем этого касаться. Но вообще в Bittrex есть возможность создать мобильное приложение для интернет-магазина и даже опубликовать его в Web Store и Google Play. У нас отдельный вебинар есть по этой теме. Если кого-то это интересует, напишите, пожалуйста, опять же в разделе Questions. Я тогда в тот файл, в ту рассылку, которую будут для вас готовить, я добавлю ссылки на этот вебинар тоже. Отдельная тема тоже, что там порядка двух или трех часов рассказывают. Очень интересная штука. Так, базовая цена у нас используется. Добавим для группы все пользователи. Право на просмотр и на покупку по этому типу цен. Позже мы этого коснемся, но в вашем интернет-магазине может быть несколько типов цен. В любом случае это будет одна базовая цена. Уже отталкиваясь от нее, мы можем задавать какие-то другие типы цен. Например, для наших партнеров, тех, кто у нас, например, оптом покупает, или с которыми у нас есть какие-то договорные отношения, и мы им придаем с определенной скидкой. Для этих партнеров мы можем завести отдельный тип цены, который будет уже, учитывая эту скидку, продаваться только для этих пользователей, которые у нас будут относиться к группе партнеров, допустим. Ну, это мы тоже коснемся. Так, включить складской учет или нет? Нет. Здесь история такая, что, в принципе, наверное, в любом более-менее среднем и, наверное, даже мелком бизнесе торговый учет будет вестись, скорее всего, в 1С. Это либо торговля и склад, либо какая-то там другая конфигурация, где есть модуль торговля и склад. Но зачастую бывает, когда открывают какой-то небольшой интернет-магазин, не требуется еще 1С, когда требуется какой-то достаточно простой такой базовый торговый и складской учет, для этого можно использовать прямо Bittrex. То есть кто-то там в Excel какой-то учет, там остатков идет, приход, расход. Но, в принципе, все это можно делать прямо в интернет-магазине, инструменты для этого есть. Вскользь, совершенно вскользь сегодня коснемся этого. Кому интереснее, опять же, эта тема, дам ссылку на документацию, где подробно расписано про настройку складского и торгового учета. Я пока оставлю эту галку включенной. Когда резервует товар на складе? Есть несколько вариантов. В принципе, мы потом можем выбрать какой-то другой вариант в настройках магазина. Но по умолчанию я оставлю, пускай при оплате заказа. То есть у нас будут оплачивать заказ, сразу товар этот будет на складе уже резервироваться, а потом нагружаться. Далее информация о магазине. Выбор локализации магазина. Мы по умолчанию торгуем на Россию, хотя можно выбрать и другие страны. E-mail для получения информации о заказах указываем. Название компании, местоположение, банковские реквизиты заполняем. Печать фирмы можно загрузить. Это необходимо для того, чтобы если у вас будет такой тип оплаты, как оплата по счету, то Bittrex автоматически будет генерировать счет, используя те реквизиты, которые здесь указаны. И сразу будет туда и печать подставлять из картинки. Типы плательщиков. Какие у нас типы плательщиков могут быть? Может быть физические лица, юридические лица, понятно. И в зависимости от того, какой тип плательщиков, мы можем предоставлять разные способы оплаты или способы доставки для разных типов плательщиков. И, конечно, данные мы будем разные запрашивать у разных типов плательщиков. Способы оплаты. По умолчанию здесь оставим все те, что есть. На самом деле способов оплаты гораздо больше. И дальше в настройках можно будет активировать другие платежные системы. Яндекс.Деньги, Деньги.Мейл.Ру, Хронопей и так далее. Их там достаточно много. В принципе, то же самое и касается и способов доставки. По умолчанию стоит Курьер Самолу. Давайте добавим, например, Почта России, расчет на основании данных сервера почты. Есть еще вариант расчета на основании табличных данных. С чем это связано? Ну, в свое время, когда мы только делали Почту России, прикручивали к интернет-магазину, бывали сбои со стороны серверов Почты России. И те данные по расчету стоимости доставки на основании каких-то габаритов, веса товара, они бывали недоступны. Поэтому приходилось заполнять, мы сделали такой вариант, что можно заполнить специальную таблицу, проставить там варианты стоимости доставки в зависимости от каких-то размеров, веса, направлений и так далее. Ну, тоже можно это указать. Можно отправление первого класса, это тоже Почта России. И, опять же, потом в настройках можно выбрать другие разные службы доставки, их достаточно много, EMS, UPS и так далее. Все они есть. Местоположение. Оставим пока только тоже Россия и СНГ. Ну, если кому-то надо что-то другое, то можно тоже выбрать. Это необходимо для того, чтобы автоматически у нас подбиралась информация, когда человек будет указывать свой адрес. Так, пока идет установочка. Давайте посмотрим, может быть возникли какие-то вопросы. Ох, нас сегодня достаточно много. Я прям немножечко удивлю. Мобильное приложение интересует. Отлично, да, обязательно дам. Ссылки на мобильное приложение добавлю тоже в этот файлик. Так, вопросы сохраню потом, чтобы это не потерялось. У меня пока идет установка. Давайте, наверное, мы поступим следующим образом. У меня есть уже мой тестовый интернет-магазин, на котором я всякие эксперименты провожу. Я открою пока его, покажу, как он выглядит, а потом мы уже в демонстрационной версии посмотрим админку и так далее. Вот это типовой шаблон интернет-магазина. Ну, мы, когда сейчас делали установку, мы указали красный цвет. Здесь у меня все то же самое, только синего цвета. Давайте посмотрим, из чего он должен стоять. В принципе, у нас пользователей уже более-менее сформировалось мнение о том, как должен выглядеть интернет-магазин. Даже, скорее, не о том, как должен выглядеть, а какой функционал должен давать интернет-магазин, для того, чтобы делать покупки было удобно. Естественно, когда человек заходит, мы ему должны дать сразу несколько вариантов для связи с нами. И в данном случае мы даем телефон, мы даем возможность подписаться на нашу рассылку, добавиться к нам в соцсети, посмотреть. И сейчас в новой версии 16.5 появилась у нас еще такая штука, как открытые линии. Буквально в релиз выпустили это, насколько я знаю, вчера. Вчера, ну, или позавчера, вот на днях. Пока про это еще не буду подробно рассказывать, потому что я еще не обновился, у меня здесь не появилось. Ну, в двух словах, что это такое? Это возможность пользователя, посетителя вашего сайта связаться с вами. То есть здесь будет такая иконочка, и он может прямо в онлайн-чате задавать вам какие-то вопросы, а ваши менеджеры будут в чате Bitrix24 получать эти вопросы и отвечать на них. То есть вот тот момент, время контакта с клиентом, оно очень сильно сокращается. Мы можем оперативнее реагировать на его вопросы. Это на самом деле очень здорово, очень удобная штука. Но это тема отдельного вебинара. Я думаю, когда сейчас пройдет там буквально одна-две недели, когда обкатается уже этот релиз, и люди научатся с ним пользоваться, мы проведем обучающий еще, наверное, какой-то вебинар по открытым линиям конкретно. Расскажем, что это такое, как им пользоваться. Вернемся к нашим посетителям. Естественно, когда они пришли на сайт, они должны понимать, что это за сайт, что он продает. Лучше всего, конечно, сделать картинками. У нас магазин одежды и обуви, поэтому мы в картинках показываем одежду и обувь. У нас есть, конечно, каталог товаров. Вот здесь вверху меню выведен, с подсказочками по разделам, где что продается. Есть большой, крупный баннер такой. Здесь девушка у нас вертится, да, здесь какие-то сумки. Мы можем перейти на страничку подробнее, посмотреть там какую-то дополнительную информацию, да, новинки посмотреть, либо какие-то акции, спецпредложения. То есть, ну, баннер – это такая работающая штука, которая привлекает внимание. И дальше у нас пошло, какие-то товары мы показываем, тренды сезона, может быть, какие-то персональные редакции, тоже есть для этого функционал, выводить рекомендации, которые будут интересны именно вот конкретно данному пользователю. Какой-то блок там полезной информации, опять баннер с какой-то информацией, новости, ну, новости с нашей точки зрения лучше куда-то пониже опустить, потому что люди, которые приходят в интернет-магазин с покупками, они в первую очередь им надо товар посмотреть, а новости они могут и крутануть немножко. Ну и дальше дублируем кнопки соцсетей, дублируем менюшечку нашу, опять же там подписка на рассылки, да, очень эффективный инструмент рассылки, очень модный сейчас, тоже для того, чтобы с этими рассылками работать. Есть инструменты и персональных рассылок, и триггерных рассылок, ну, про это мы на предыдущих семинарах, вебинарах тоже достаточно подробно рассказывали, но если будут вопросы по этому функционалу, напишите тоже в questions, тоже скину где почитать, рассказывать, наверное, не буду. Что еще? Строка поиска тоже достаточно популярный инструмент, причем это умный поиск, если я наберу сейчас штаны, да, он мне сразу выкинет такое всплывающее окошечко, где предложат на какие-то товары, либо в раздел штаны перейти. Ну, давайте, наверное, в раздел штаны и перейдем, и посмотрим, вот таким образом у нас выглядит каталог товаров. Здесь есть умный фильтр, ну, узнают все, да, наверное, что такое умный фильтр, все наверняка пользовались Яндекс.Маркетом, когда настраиваешь, там, например, бюджет, там, до 2000 рублей, указываешь, нужны штаны до 2000 рублей синего цвета, неважно, какого бренда, он нам только одни выдаст, мы сейчас их посмотрим. Вот они, со скидочкой даже у меня, смотрите-ка, да, такая штука появилась. И здесь мы можем либо положить этот товар в корзину, там, выбрать цвет или размер, либо перейти в карточку товара, давайте перейдем, и посмотрим. Карточка товара, здесь должно быть как можно больше информации о нашем товаре. Человек, возможно, видел эти штаны где-то в интернет, не в интернет-магазине, в простом магазине, и хочет прийти домой, прочитать все, что пишут про этот товар, и приобрести его. Вот, поэтому максимум информации даем, там, фотографии, какие-то комментарии, если кто-то оставлял, будем здесь видеть, там, в фейсбуке можно что-то про это сразу написать. И, опять же, да, можем показать там наличие на складах. Вот, на одном складе у нас 100 штук есть, сразу информация о доставке, на втором складе у нас 0 штук, ничего нет. И как раз блок у меня персональных рекомендаций, здесь тоже показывает. Ну, не знаю, насколько они так актуальны будут, потому что в этом магазине, конечно, никто ничего не покупает, а здесь в основном я провожу всякие эксперименты. Так, как у меня прошло, еще идет процесс установки у меня. Давайте тогда пока почему бы не оформить какой-то заказ, да? Купим сейчас какие-то штаны. Мы перешли с вами в корзину. Мы находимся в корзине, где, в принципе, уже где, в принципе, у нас люди принимают уже окончательное решение. Покупать данный товар или нет, или, может быть, что-то надо изменить. У нас товары могут быть как простые товары, так и товары с торговым предложением. Вот это как раз товар с торговым предложением, да? Когда, ну, это все-таки штаны полосатый рейс, но они могут быть разного цвета, разного размера, но они от этого не перестают быть штанами полосатый рейс, грубо говоря. Я надеюсь, я понятно объясню. Вот это вот то, что наверняка вы встречали, такую аббревиатуру, как SKU в латинице. Вот это оно и есть. Товар с торговым предложением. То есть в корзине даем возможность поменять что-то, да? Возможность отложить товар. У меня вот что-то в отложенных болтается здесь. Какое-то платье весеннее легкое, если я хотел приобрести. Давайте возьмем и добавим его к заказу. Хлоп, у меня заказ уже состоит из двух товаров. Если у меня есть какой-то промо-код для скидки, я его здесь могу ввести. Но здесь у меня товары и так уже идут со скидкой. Скидки мы сегодня с вами еще посмотрим и даже заведем какую-нибудь скидку с промо-кодом. В принципе, наверное, все. А, вот смотрите, как интересно, помимо скидок я могу здесь еще и какой-то товар в подарок приобрести. А вот и не могу. Или могу? Давайте попробуем. Да, могу. И приобрел этот товар. Со скидкой в 100%. Тоже есть такой функционал. Может быть, сегодня его коснемся, если хватит времени. Давайте пока оформим заказ. Так, мы набрали товары почти на 5000 рублей. Доставка у нас будет 100 рублей. Купон мы, опять же, можем прямо тут применить, но у нас его пока нет. Заказ такой, посмотрели. Да, все устраивает. Далее. Физическое лицо. Москва. Пускай будет так. Тип доставки выбираем. Доставка курьером у меня стоит 500 рублей. Я могу доставить почтой, да, выбрать. Самовывоз будет бесплатный. У меня сразу стоимость заказа изменилась. Я оставлю, наверное, доставку курьером. Так, выбираю, чем буду оплачивать. Яндекс.Деньгами, банковской картой можем платить. Ну, банковской картой можно, опять же, через Яндекс.Кассу, да, они являются сейчас агрегатором таких вот платежных карт. Можно через терминалы, наличным курьером. Я, наверное, выберу вот такой вот способ оплаты, Сбербанк. Для того, чтобы у нас сформировался счет. То есть, банковские карты, понятно, да, если выберем, то перекинет нас на сайт Яндекс.Кассы, где человек там ведет необходимую информацию, а платит Яндекс за это какую-то комиссию возьмет. Выберем квитанцию Сбербанка для того, чтобы выписать счет. Так, покупатель свежий у меня. Давайте, пускай, буду я, в своем виде. Горянов Никита. Я укажу свой e-mail. У меня уже есть телефон. Вот здесь доставки Москва. И сейчас она. Пех. Можно закрыть какой-то комментарий. Давайте оформим заказ. Все, у меня заказ сформирован. У меня заблокировал браузер всплывающее окно. Ну, мы сейчас его вот так вот с вами посмотрим. То есть, квитанция, да, у меня есть сформирована для Сбербанка. Я уже иду в банк, ее оплачиваю. Заказ у меня попал в личный кабинет мой. Вот сюда вот я зайду, в персональный раздел сайта. Смотрю. Не оплачено. Ну, что у меня не оплачено? Ну-ка, если я нажму оплатить. Он мне как раз эту квитанцию покажет. Подробности какие-то могу заказы здесь просмотреть. Посмотреть историю заказов своих. Здесь подробности заказа. И так далее. В принципе, на этом, наверное, с публичной частью можно и закончить. Мы с вами сейчас авторизуемся как администратор. А, или зайдем сюда. О, завершена обстановка продукта. Давайте перейдем на сайт. На наш демонстрационный вернемся. Ну, видите, он у нас уже красный. Я уже зашел как администратор на этот сайт. И у меня открылась вверху вот такая вот серенькая панелька. Это интерфейс управления сайтом. Мы называем его Эрмитаж. Я могу создать какие-то страницы, создавать разделы, менять страницы, управлять меню, структурой сайта и так далее. Далее, наверное, самый интересный и важный режим для публичной части – это режим правки. Вот такой ползунок я переключу. И сейчас, если я наведу курсор на какую-то часть, вот, например, сюда, я смогу изменить эту область. Например, изменить номер телефона с 8506 на 07. И сохраним это. Телефон, номер телефона поменялся. Либо могу прямо тут отредактировать какой-то товар. Сейчас так нажму. И, не знаю, поменять название, изменить бренд. То есть всю информацию, фотографию изменить, всю информацию, которую я могу сделать с товаром, я ее могу здесь как раз поменять. Взять в другой раздел, например, перекинуть не футболки, а нижнее белье. Изменить стоимость товара. Но здесь товар с торгового предложения, поэтому цену придется менять у каждого торгового предложения. Либо какую-то SEO-информацию дописать. Причем, вот что касается SEO, здесь тоже интересный момент. Вспомнить бы, был у нас какой-то отдельный семейный обинар по SEO или нет. Не вспомню, наверное. Ну, касался, подробно немножко рассказывал. Но товары, которые мы создаем, которые формируются на сайте, они могут получить SEO-описание, исходя из шаблонов, которые мы пропишем в этом товаре. И, используя всякие переменные, например, цвет, раздел каталога, название и так далее. То есть мы сдаем шаблон вот здесь. Если необходимо, мы можем его изменить. И добавляем какие-то переменные поля каталога, свойства, поля элементы и так далее. Исходя из этого, вот здесь хороший пример, когда шаблон у нас какой? ThisName, купить ThisName, приобрести ThisName. А все в описании получается. Футболка, мужской огонь. То есть у нас название, да, футболка, мужской огонь. Купить футболку, мужской огонь. Приобрести футболку, мужской огонь. И так далее. То есть, ну, вот такие шаблоны позволяют достаточно много времени сэкономить при заполнении какого-то SEO-описания товаров. Так, здесь закроем. Что еще? Что еще? Ну, наверное, пойдемте уже в админку. Посмотрим, как у нас мы оформили, да, какой-то заказ. Ну, давайте посмотрим готовые наши заказы. Заказы. А, в первую очередь хотелось бы обновиться. Да, наверное, тогда сейчас вернемся на тот мой сайт. Потому что... Вот так вот. Так, может быть, какие-то вопросы у нас появились. Давайте посмотрим. Смотрю вопрос, который вы задаете по ходу вебинара. Так, а на самом деле вопрос-то нет. Просит ссылку на мобильную версию на вебинар. Отлично. Дам информацию. По рассылкам информацию. Отлично. Дам на статьи. Вопрос по модернизации двух сайтов на Bittrex. А, ну хорошо, спишемся. Ну, вопросов больше нет. Ну, на самом деле, не стесняйтесь. Если какие-то вопросы есть, то там в разделе questions можно их сдавать. Я пока поеду дальше. Пока у меня здесь устанавливаются обновления. Я давайте, наверное, зайду сюда. Введу свой пароль. Кажется так. Да, причем, не знаю, обратили внимание или нет, но я могу авторизоваться, используя какую-то социальную сеть. То есть, функционал тоже по умолчанию есть. И зайти, используя аккаунт в Facebook, в ЖЖ, в Mail.ru или где-то еще. Так выглядит админка сайта. То есть, это то, что у нас видят администраторы, модераторы, контент-менеджеры, если они здесь работают, администраторы нашего сайта и так далее. Слева у нас, грубо говоря, главное меню. Дальше подменю и основная рабочая область. Ну, рабочий стол, это, скажем, как такой дашборд, куда мы выводим, можем добавлять всякие, мы называем это гаджеты. Вот здесь вот это можно сделать. Магазин, какие-то графики, поставить статистику по товарам, посмотреть и так далее. Ничего у меня никто не покупает достаточно давно, поэтому здесь пусто. А вот на сайт периодически заходит кто-то. Не знаю, либо я, либо кто-то из слушателей, может, с коллег кто-то. Но, как мы видим, совсем немного. Хотя, вчера 19 посетителей. Где находит, непонятно. Что здесь еще важного и интересного? Много разделов, да, например, раздел для управления контентом, как структурой сайта, так и какими-то каталогами сайта, там, новости прямо тут. Ну, то есть, это скорее так, для контент-менеджера, для администратора сайта раздела. Отдельный раздел маркетинг, где много всяких разных инструментов. Пульс конверсии. Который позволяет посмотреть, да, сколько пользователей к вам зашли, сколько из них совершили заказ, оплатили его. То есть, посчитать то, что называется конверсии. Один из самых важных параметров, да, в работе интернет-магазина. То есть, грубо говоря, приходят к вам тысячи посетителей, а заказа оформили только 10 из них. То есть, конверсия у вас 1%. Не самый плохой, кстати, результат. Но если вы увеличите этот показатель до 2%, то, соответственно, и денег будете в два раза больше зарабатывать. И так далее. Бизнес-модель интернет-магазина, АБ-тестирование, отличный инструмент, да, для того, чтобы посмотреть, как какие-то изменения на вашем сайте отражаются на конверсии. Ну, не буду сейчас рассказывать. Вкратце, да, что это такое... Подробно не буду рассказывать, а вкратце это такой инструмент, который... Ну, например, вы хотите кнопку «Купить» сделать не зеленого, а красного цвета. И половине пользователей, посетителей вашего сайта вы будете показывать кнопку «Купить» красного цвета, а второй половине зеленого цвета. И по каждой из этой группы посетителей будете замерять конверсию. То есть, какая кнопка у вас больше привлекает внимание и заставляет человека совершить покупку. Автоконтекст, товарный маркетинг, как раз то, что касается скидок. Мы сегодня еще с вами заглянем сюда. E-mail маркетинг, кто-то спрашивал сегодня, и триггерные рассылки. Про персонализации тоже это отдельная тема. У меня есть список статей и видеозаписей интересных от нашей компании, где мы и про нашу бигдату рассказываем. Ну и то, что касается поисковой экономизации, автоматическая настройка robots.txt с сайтом Apple.xml, работа с поисковыми системами, баннерная реклама и так далее. То есть, все, что связано с маркетингом, мы вывели сейчас в один блок. То, что касается интернет-магазина, это то, что мы сегодня с вами посмотрим. Управление заказами, работа с покупателями, складской учет, отчеты, настройки и так далее. Разные сервисы, которые можно на сайте использовать. Вопросы, веб-формы, стикеры, рассылки, это старые рассылки, еще модуль техподдержки, если кому-то нужна, социальная сеть и так далее. Ну, всего не перечислю, потому что если про все рассказывать, мы сейчас с вами не уложимся. Уложимся и в два, и в три, я боюсь. Раздел «Аналитики», «Маркетплейс», вот как раз мы сегодня будем говорить, что такое маркетплейс, с чем его едят. Ну, вот он здесь частично находится. И настройки вашего магазина. Немножко тоже сегодня этого коснемся, у нас, по-моему, в теме нашего есть, да? Да, немножко есть у нас «Анализ безопасности и производительности». Это будет там. Так, обновились мы. Ну, давайте на вот этом тестовом сайте, да, продолжим. Посмотрим. Ну, в первую очередь, наверное, складской учет. Здесь у меня пока не заведены ни поставщики, ни склады. Ох, сразу у меня какие-то уведомления. А, вот еще важный инструмент, при котором хотелось бы искать, это для новичков. Ну, возможно, и для тех, кто уже работает с «Битриксом», да, с магазином. Называется «Мастер-магазин». Я рекомендую после установки открыть сразу раздел «Маркетинг», «Магазин», «Мастер-магазин». И этот «Мастер-магазин» добавить в «Избранное». Это можно сделать вот так вот, ну, либо вот так вот сюда, хлоп, закинуть. Теперь у вас на рабочем столе всегда под рукой будет «Мастер-магазин». И вообще вот это «Избранное» очень удобно использовать. Да, сюда можно сразу закинуть там заказы, покупатели, документы. В общем, все, что вам надо. Ну, вернемся к «Мастеру-магазину». Своего рода гайд для того, чтобы ваш интернет-магазин начал максимально эффектно работать. Мы здесь собрали какие-то самые основные настройки, вывели их вот в такой блок, да. И если мы эту настройку откроем, то у нас сразу, во-первых, вот есть такое задание. Создайте валюты и настройте их курсы. Обратите внимание, что одна из валют должна быть базовой. И сразу ссылка на документацию. Я предпочитаю смотреть это в новой вкладке. Здесь есть специальное обучающее видео. И в принципе, в любом разделе, где вы будете находиться, вот, например, не знаю, поиск, да, переиндексация, в любом разделе, где вы будете находиться, даже если этот раздел, возможно, не настолько важен для корректной работы интернет-магазина, что его не стали выносить в мастер-настройки магазина, у вас всегда есть вот такой раздел «Помощь». Можно нажать здесь «Помощь». Открывается вот такая штука, как «Поддержка». Здесь уже есть, во-первых, готовые ответы по теме индексации, да, как раз, на самые такие частые вопросы. Есть сразу ссылка на учебные курсы и на документацию, справочные материалы. Если вы что-то не нашли, можете здесь написать свое предложение, вопрос какой-то свой. Мы все эти вопросы анализируем, и потом вот в самых частых вопросах отвечаем на них. Ну и если что-то у вас не работает, прямо отсюда можно в техподдержку задать вопрос. Поэтому пользуйтесь, не забывайте. Так, вернемся сейчас. Что у нас валюты были? Закрою уже это окно. Хотя открою, наверное, валюту. Мы, допустим, изучили документацию, настроили валюту, я делаю задание выполнено, и возвращаюсь в мастер настройки интернет-магазина. Все, у меня здесь галочка стоит уже, я дальше могу единицы измерений переходить. По мере того, как мы будем настраивать наш интернет-магазин, у нас эта шоколад будет потихонечку наполняться. После того, как вы настроили, интернет-магазин открыт для повседневной работы. Что надо сделать? Ну, мы уже открыли интернет-магазин, мы почитаем, что такое адаптивный дизайн, если кто не знает, да, вот даже не буду сегодня на этом останавливаться, это будет такое, как домашнее задание, зайдете в демку, сами посмотрите, или в свой интернет-магазин. Вот, то есть настраиваем здесь для повседневной работы все настройки выполняем, и дальше по мере нашей работы, опять же, какие-то рекомендации здесь есть, и что касается скорости работы интернет-магазина, и что касается безопасности, распределение высоких нагрузок, если у вас станет очень популярный ваш сайт. Техподдержка и так далее. Здесь, кстати, тоже много, полно-полно полезных ссылок. Так, про мастер-магазин я рассказал, давайте посмотрим про складской учет. Ну, в первую очередь, конечно, здесь надо завести склады, у меня, наверное, еще ни одного не заведено. А, нет, есть склад один, есть поставщики или нет, давайте посмотрим. нет поставщиков, ну, давайте так наобум добавим кого-то поставщика, пускай это физическое лицо будет. Иванов Иван Иванович с каким-то телефоном, с каким-то e-mail, наш адрес, напишу. Вот, после того, как мы завели поставщика, мы можем уже оформлять какие-то документы, например, на приход товара на склад. Да, каким образом это делается, давайте сейчас сделаем. Создаем документ, приход товара на склад, ну, заполняем всю необходимую информацию, либо по штрих-коду, либо в каталоге выбираем, какой товар мы добавляем. Давайте какое-то платье выберу. Платье, модницы на прогулки. Допустим, у меня будет 50 штук. Закупили мы их там, допустим, по 1500 рублей, по 150 платьев не бывает, наверное. Так, на 75 тысяч накупили платьев. Проводим. Все, у нас этих платьев там на 50 штук на складе стало больше. Ну, дальше уже не буду рассказывать, просто достаточно, я думаю, того, что это есть. Перейдем с вами к заказам. Так, мне уже не так много времени остается. Про заказы, что хотелось бы в первую очередь рассказать. Во-первых, когда заказов много, то в них начинаешь путаться. Специально для этого есть вот такой фильтр, который можно настраивать и сохранять. Например, у меня, смотрите, уже по умолчанию сохраненные фильтры появились. Приоритетные, оплаченные и подвисшие. То есть только по тем свойствам заказа, которые мне нужны, я могу отобрать необходимые мне заказы. Например, приоритетные. Заказы, которые сформированы, приоритетные, но еще не оплаченные, которые у нас больше 10 тысяч рублей. Ну-ка найдем. А, нет у меня таких заказов. Ну-ка больше 1000. Ну вот, есть какой-то заказ. Посмотрим его. Оплаченные заказы. У него статус оплачен. Параметр отменен. Мы можем какое-то свойство здесь еще добавить. Например, если мы хотим все заказы какого-то покупателя посмотреть, можем, например, взять оплаченные заказы, оплаченные, неотмененные, и ввести сюда логин покупателя. Нам в таблице выведут все заказы данного покупателя. Тех можно посмотреть и из других мест. Ну, вот это один из способов. Либо подвисшие заказы, которые были сделаны неделю назад, и статус у них принят и оплачен, формируется к отправке. То есть, что-то мы долго либо не отправляем, либо мы приняли заказ, но что-то клиент не оплачивается. Надо, значит, в нашем случае, либо клиента пнуть, либо того, кто должен у нас сформировать этот заказ и отгрузить. С фильтрами, думаю, понятно. Да, фильтры можно добавлять. Причем фильтры могут быть как доступны как только вам, так и, например, для всех, кто работает с админкой вашего сайта. Сохраняем, если что, удаляем, не нужно и так далее. И вот тут еще одна интересная штука. Это табличное отображение этих заказов. Тоже можно настроить. Те свойства, которые нам надо, мы можем их посмотреть, либо добавить, либо удалить. Ну, например, не важно, нам отменен заказ или нет. Я уберу это. Вот. Здесь же можно прямо в Excel выгрузить и так далее. Ну, мы сейчас давайте посмотрим с вами сам заказ. Как он выглядит у нас для нашего менеджера интернет-магазина. В первую очередь, мы вынесли сейчас отдельную навигацию, потому что заказ достаточно длинный получился. Потому что у нас теперь для того, чтобы заказ оформить, надо еще два документа сформировать и провести их. Это отгрузка и это оплата. Отдельно они проходятся. Так, заказ отменен. Давайте отменить отмену заказа. Пускай у нас будет нормальный. Заказ принят. Ждается оплата. Ну, чтобы все это не крутить, да, как я уже говорил, вот таким образом можем перемещаться по заказу. Что вообще здесь у нас указывается? Ну, параметры заказа, статус. Как видите, мы сняли отмену. Информация о покупателе, личные данные, данные для доставки, какие-то комментарии, если были какие-то комментарии сделаны. Информация о отгрузке. У нас сейчас доставка не разрешена и отгрузка не отгружена. Информация по оплатам. Была оплата или нет, какая-то дополнительная информация, да, менеджер у нас может добавить какую-то информацию, например, что отличный клиент. Можно допродать еще и тапочки. Ай-яй-яй, как я неграмотно написал. Допродать, конечно. Вот. И когда у нас, допустим, другой менеджер будет заходить в этот заказ, будет видеть это комментарий. Ну, хотя, на самом деле, это, наверное, не очень корректный комментарий. Корректнее, если мы зачем-то изменили сумму или состав заказа, да, вот это лучше прокомментировать, оставить. Состав заказа непосредственно. Мы можем, причем это, если что, изменить этот заказ. Да, у нас там, видели, наверху была кнопка «Изменить заказ». Давайте нажмем и посмотрим, кстати, что у нас получится. Ага. Вот тут у нас, видите, уже все поля стали доступны для изменения. И мы можем прямо здесь и цвет товара изменить. Да, например, мы по телефону разговариваем с клиентом и она нам говорит, что, знаете, смотрел лучше штаны красно-синие, но что-то решила, что лучше красно-желтые возьмем. Взяли сразу здесь и поменяли. Без проблем. Какой-то купон на скидке взяли там, добавили, применили. Товар взяли, добавили. Либо удалили отсюда товар. То есть, все это прямо тут делается. А мы поменяли, давайте поменяем как раз. Цвет, да, обратите внимание, цвет у одного товара изменили, сохранили. Ой, из заказа я вылетел, но сейчас я опять в него войду. И нажму кнопку «История изменений». Вот. И увижу, кто у меня, что здесь, когда менял. Вот это очень важно. Ну, здесь у меня сейчас один пользователь, да, если несколько администраторов и менеджер интернет-магазина, еще пять человек, то иногда бывает очень важно найти, кто был последним, кто что с заказом делал, может кто-то накосячил. Здесь информация у нас вся по документам. И опять же, прямо тут мы можем распечатать какие-то необходимые документы, да, там счет флаг, флаг, расчет, бланк заказа, накладная, все это здесь делается. Так, 15 минут осталось, давайте посмотрю ваши вопросики. Заказ в один клик спрашивают, можно ли оформить. Вы знаете, есть такая возможность, в, по-моему, в Marketplace есть отдельное как раз решение. Вообще, что такое Marketplace? Давайте, кстати, расскажу. На нашем сайте, 1S Bittrex.ru можно перейти Marketplace, либо сразу набрать Marketplace 1S Bittrex.ru это магазин решений и готовых сайтов для Bittrex. То есть, ну, скорее, не решение, а дополнение готовых сайтов для Bittrex. Все же знают, да, у всех смартфоны, у кого-то Apple, у кого-то там Android. И все, когда покупали смартфон, он сначала там, ну, достаточно пустой был, а потом регистрируешься в системе, там, ну, в App Store, да, допустим, и начинаешь какие-то приложения ставить, которые расширяют функционал, грубо говоря, вашего, вот этого вот, девайса. Вот здесь примерно та же самая история. Marketplace – это возможность расширить какой-то функционал, который мы не сделали, но сделали наши партнеры, установить его на сайт. Это и разные интеграции с разными сервисами, это и, там, мобильные приложения, для интернет-магазина куча там, да, вот как раз спрашивали купить в один клип, у нас 36 решений. Выбирайте, какое вам больше по душе. Есть бесплатные и платные, ну, надо взять да посмотреть. Что вам лучше подойдет, почитать отзывы, возможно, связаться с разработчиками этого решения. То есть, ну, ответ на ваш вопрос – да, можно сделать так. На Btrickse все можно сделать. Если это не заложено по умолчанию функционали. Хотя, на самом деле, у нас в функциональных возможностях, я не помню, какое-то время мы говорили о цифрах больше 2000, но это, мне кажется, было больше года назад. А сейчас функциональных возможностей гораздо больше сделано. Расскажите про реализацию на несколько городов. Не очень понял вопрос, Андрей, напишите подробнее, пожалуйста. Так. Как на страницу добавлять файлы Excel с оптовыми прайсами, PDF-файлы с картинками новинок. То есть, просто файл добавить. Ох, как перенести данные из 1С управления торговлей на сайт. Вы знаете, во-первых, у нас есть тоже отдельный сайт, который называется 1С. Да, господи. Так, кто-то у меня включился. Подождите, коллеги, не жмите микрофон. Дмитрий, я еще не закончил. Не надо жать зелененький микрофончик. Так, у нас есть сайт, который называется 1С.1С- битрикс.ру. Вот этот сайт посвящен интеграции с 1С. И по этому, это сложный вопрос, на самом деле, очень большой, объемный. У нас поэтому по вопросам интеграции, ой, что-то неправильно набрал. попал к партнеру. У нас по этому сайту есть, по интеграции есть отдельный, сайты, отдельные вебинары есть. Я не буду сейчас про это рассказывать. Вот, запишите название сайта, тут есть как раз раздел поддержка, вебинары, можно посмотреть. Раз, два, три месяца проводим, где я на все эти вопросы отвечаю. Так. Дальше вопрос смотрю. Так, ну как страницу, как добавлять файл на страницу? Показывал уже, кажется, не вспомню сейчас на скидку. дайте какую-то страницу открою простую. Ну, ох, медленно как выводится, но просто здесь стоит понять, что это тестовая все-таки лаборатория. Так. Давайте, например, сюда отредактирую. Вот, кстати, как происходит тоже, да, у нас здесь редактирование и возможно, всякие модули добавлять, либо так, файл, 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 нет, не вспомню. Давайте сделаем так, каким образом я сейчас закончу свою часть, а потом, ну, можно вообще ссылочки сделать, да, например, файл у вас размещен будет где-то на сервере, документ какой-то будет, текст, и выбираем из структуры вашего сайта тот файл, который вам нужен. У вас, например, будет раздел здесь Download, и там будет Excel-фский или PDF-ки лежать. Делайте, и будет вот такая ссылочка, пожалуйста, хлоп, скачали, если что. Если надо какие-то там графические иконки, там, опять же, там нужно через CSS-класс добавить это, и так далее. То есть, ну, реализуемо. Так, смотрю, ой, смотрю дальше вопросы. А, пока нет вопросов. Пока нет. Как принесли, данный рассказал. Так, заказ в один клик рассказал. все окей. Едем дальше. Так, мы говорили с вами про работу контент-менеджера, но, в принципе, посмотрели, да, как контентом управлять. Только что, как раз показал. Управление заказами посмотрели, администрированные основные функции. Гляньте, давайте скидочки посмотрим. Моя любимая тема. Мы переходим в раздел маркетинг, товарный маркетинг, скидки на товарный маркетинг. У нас уже сейчас работает одна скидка, вот это 10%, скидка на нижнее белье. Мы это увидим, если, сейчас, она нас не подгружала. Я перейду в раздел нижнее белье и увижу, что все товары у меня есть, с таким шильдиком, да, 10% скидки. Ну и по цене я вижу тоже, что 1099 рублей, перечеркнуто, пишет 988.10. Давайте посмотрим, как это работает. Я открою сейчас скидку. И как настраиваться скидки? Вообще скидки могут быть любой сложности. Почему я это говорю? Потому что сам настраиваю скидки у нас на нашем сайте, на 1SB Tricks.ru, когда мы проводим акции. Вот в августе недавно была акция. Как раз все эти скидки я заводил. Поэтому так могу достаточно подробно про это рассказать. В первую очередь, что надо указать? Это, конечно, название скидки. Ну, небольшой такой хинт. Все-таки советую в названии скидки заказывать и указывать и размер скидки, и какую-то возможную панкную скидку. Если, например, у вас используется несколько сайтов, как у нас в Bittrex. у нас несколько сайтов. Есть простой сайт, есть сайт для партнеров, есть сайт Marketplace и так далее. Но все они управляются из-под одной единой системы, из-под одной платформы. Все, грубо говоря, объединены. Ну, в принципе, так может быть у вас. Если, например, сайты для разных городов или как-то по-другому. Один сайт для партнеров, один сайт для простых клиентов. Они объединены одной платформой, поэтому я предпочитаю указывать размер и название сайта тоже здесь. И вам советую. Указываем сайт, на котором будет работать эта скидка. То есть, если у вас несколько сайтов, то выбирайте. Период активности. У меня эта скидка без ограничений. Мы можем задать интервал, например, что у нас эта скидка работала, например, только в сентябре. Тип скидки. Она может быть в процентах. Это может быть скидка на фиксированную сумму, либо скидка, которая будет устанавливать цену на товар, который попадает в данную скидку. Это мы еще позже посмотрим, как это делается. Величина скидки, валюта, максимальная сумма скидки можем указывать, но у нас не ограничено, поэтому ноль указываем. Приоритет применимости. Важный очень параметр, если у вас много скидок, и эти скидки как-то должны либо накладываться одна на другую, либо наоборот не накладываться, чем выше приоритет, тем первее эта скидка применится. И указываем, возможно, это скидка, после которой другие скидки не должны больше действовать. То есть, мы хотим сдать, например, даем скидки 10% и 20%, но применяем большую скидку, например, у нас должна применяться только, если у нас применила скидка 20%, то 10% уже не должна примениться. В таком случае мы приоритет 20% скидки сделаем повыше и поставим ей галку прекратить дальнейшее применение скидок. А если, например, 10% и потом сверху еще 20%, то это тоже неправильно будет. Ну, тут логический элемент. Настроить можно по-разному, надо посидеть, на самом деле, немножечко подумать. Это что касается самой скидки. Теперь, что касается условий. Здесь у нас условие достаточно простое. Поле раздела равно нижнее белье. Мы можем добавить здесь и какой-то товар. Например, поле раздела равно нижнее белье. И давайте пускай у нас, например, будет скидка не только на нижнее белье, но и на обувь. Выбираю инфоблок каталоги, одежда, но у нас обувь в одежде находится. Поэтому вот сюда и выберу. И обратите внимание, здесь тоже есть такие логические операторы. Или, или не, и, и не. Для чего это надо? Например, у нас будет нижнее белье, раздел каталога. В нижнем белье будет еще подраздел, который будет называться, допустим, распродажа. То есть товары, которые у нас там где-то завалялись, мы их в отдельный раздел каталога вытащили и продаем их вообще за бесценок, с какой-то минимальной наценкой, чтобы просто трудозатрат свои отбить. В таком случае, если мы поставим вот такой оператор, скидка будет распространяться на весь раздел нижнее белье и не будет распространяться на товар, который находится в разделе, тоже в нижнем белье, но под раздел, грубо говоря, распродажа. Сейчас у нас не получится, поэтому сделаем, скидка работает на раздел нижнее белье или на раздел обувь. Посмотрим, вот смотрите, сейчас у нас обувь, Яна, сейчас у нас обувь без скидок. Вот они, товары пошли, да, без скидок. Так, добавили. Ограничения, на какие группы пользователей будет работать эта скидка, да, у нас могут быть разные группы пользователей, мы можем их заводить, мы можем туда добавлять разных клиентов наших, раскидывать по группу пользователей, да, посетителей, и опять же, типа цен. В самом начале я говорил, что могут быть разные типы цен, например, скидка может быть только для каких-то оптовых покупателей, какая-то акционная скидка, да, акция именно для оптовиков наших. Ну, мы тогда выберем здесь не розничная цена, а вот оптовая цена. И, давайте сейчас применим, потом поговорим про купоны. Ну-ка, господи. Вот, видите, у нас 10% уже на все товары, которые у нас в разделе обувь тоже появились. И, вот, пока скидка будет работать на все товары, которые у нас попали, да, в раздел нижнее белье или обувь, но мы можем сделать по-другому, мы можем добавить купон. Один или несколько купонов, и купоны тоже могут быть разные, они, во-первых, на одну позицию заказа, на весь заказ, либо многоразовые купоны, когда мы запускаем какую-то акцию, например, новогодняя акция, генерируем купон, который будет называться Happy New Year, до сохранимого. И этот купон мы в рассылке указываем, то есть это будет скидка только для подписчиков нашей рассылки. Указываем этот купон, делаем рассылку, и у нас клиенты, заходят посетители на сайт, они смотрят такие, ну, скидочек нет, а один у нас самый наш лояльный покупатель, который у нас постоянно что-то покупает, он получил письмо, в котором мы видим, что, в котором мы ему указали этот купон, и он такой, ха-ха, у меня есть купончик, хлоп, и уже покупает этот товар со скидкой, 10%. Вот, остальные посетители сайта эту скидку видеть не будут, потому что мы завели купон. Если купон удалим, тогда будет скидка видна для всех. Вот такая вот хитрость есть. Так, со скидками, я думаю, понятно, но помимо простых скидок есть еще правила работы с корзиной, не буду сейчас на этом останавливаться, это достаточно подробно расписано в учебном курсе, поэтому, если кому-то это будет интересно, послушаю. У меня осталось, на самом деле, две минуты, но осталось еще, мы не поговорили с вами про анализ возможностей, анализ безопасности, и возможностей инструментов, ну, про Marketplace я вам немножечко рассказал. Давайте сделаем следующим образом, чтобы я не задерживал тоже наших остальных спикеров, я сейчас посмотрю быстренько вопросы, потом у нас будет два доклада моих коллег, и после этого я еще немножечко вам расскажу про анализ безопасности. У нас, да, как раз остается 20 минут на доклад, который не успел сделать коллега мой. После этого расскажу про такие небольшие технические моменты и про саму платформу, про разные редакции, тоже про это немножечко коснемся. Так, гляжу вопросы. Дмитрий, пока можно готовиться, я сейчас включу у вас. Так, планируется ли заказ в один клик, их стандартный функционал? Ну, пока не слышал такого, что, таких планов. это и есть в маркетплейсе. Уточню, Игорь, уточню, подскажу, на почту напишу, наверное. Ну, Максим, вопрос-то звучит следующим образом. Как сделать оптовый розничный сайт, чтобы розничные клиенты не могли видеть оптовые цены, а оптовики после регистрации получали доступ к оптовым скидкам? Ну, элементарно, группу пользователей создаете оптовики и указываете для них тип цены для оптовиков. Либо через скидки заводите. Вам надо, ну, если сами не сможете разобраться, к любому из наших партнеров обратиться, они помогут вам. Если цена на товар, установленный в евро, как настроить пересчет цены в рублях ежедневно по курсу ЦБ евро на этот день? Максим, скину по электронной почте, если остальным интересно, тоже покажу, как это делать. У нас, по-моему, как раз в 16.5 это сейчас монтировали, я не помню, настраивается, в общем, это реализуем. Как правильно делать скидки, если есть на организации сайта с 1С, чтобы информация снижения цены попала в 1С тоже. Ирина, не подскажу, я не подскажу, но, по-моему, со скидками, скидки у нас вроде в 1С тоже улетают, либо уже улетают, либо это вот в ближайшее время будет реализовано. Помечу этот вопрос тоже себе. Можно использовать для обозначения валюты вместо руб символ R. Игорь, ну, надо обратиться к нашим партнерам, настроить вам. Так, пока у меня тогда все, я передаю слово у меня следующий Дмитрий. Дмитрий, делаю вас презентером. Вас уже должно быть слышно, можно что-нибудь сказать. Я здесь на связи. Слышно, но можно микрофончик немножечко сделать погромче, потому что, оно не очень слышно. И видно экран уже. Так, ну, давайте начинать. Меня зовут Дмитрий, я исполнительный директор компании Asprom. Сегодня я хотел рассказать вам о несколько другой стороне электронной коммерции. Сегодня вам уже рассказали о технических параметрах, как открывать магазин, как настраивать 1S Bittrex. Я хочу сделать акцент на бизнес-составляющей. компания Aspro является разработчиком готовых решений для 1S Bittrex Marketplace. Коллеги уже сегодня показывали, что это такое. На нашей платформе работает более трех с половиной тысяч сайтов по всему миру. Мы на рынке уже более десяти лет, поэтому достаточно хороший опыт имеем в этом направлении. Как ни странно, 80% онлайн-бизнесов терпят крах. Причины разные, но самые распространенные это в первую очередь деньги. Неправильное планирование. То есть, либо денег нет совсем и пытаются сделать интернет-магазин просто так, либо деньги есть только непосредственно на создание интернет-магазина, но не учитывают, что его потом нужно обслуживать. Может быть, очень высокая конкуренция в вашей среде, либо у вас откровенно плохой сайт, либо вы не обеспечили трафик. И самое последнее, но не самое... Бывает, что просто хочется все и сразу. Такого не бывает. Приходится работать. Запуск интернет-магазина мы разделили примерно на десять шагов. И хотим сказать, что на самом деле это вполне такой систематизируемый процесс, который можно описать делай раз, делай два. И как, собственно говоря, подготовка самолета к полету выполнить по инструкции. Давайте проверим вместе. Во-первых, придется немного поучиться. Платформа 1S Bittrex достаточно сложна и функциональна, и обладает хорошей документацией. Перед запуском интернет-магазина нужно ее изучить, хотя бы, что касается уровня контент-менеджера и по интернет-магазину. По нашим типовым решениям также есть обучающие курсы, видеоуроки, база знаний. Используйте возможности, которые вам дает платформа по максимуму. Когда вы выбрали себе какое-то решение, ознакомьтесь с его возможностями, подберите оптимальные настройки, как оформления, так и маркетинговые фишки. При выборе решения учитывайте, что ваше решение должно быть интегрировано со сторонними сервисами, например, 1S или электронной коммерции. Все это должно поддерживаться. Возможности решения достаточно большие, и когда вы выбираете что-то в маркетплейсе, проверяйте, насколько оно соответствует истине. Вот наше последнее решение Aspro Optimus имеет уже больше 100 настроек и более тысяч комбинаций этих настроек. Поэтому перед тем, как запускать магазин, проверьте, как оно будет работать. При запуске интернет-магазина можно воспользоваться услугами партнеров. Не игнорируйте эти услуги, потому что все объять невозможно. На этапе подготовки к запуску интернет-магазина вполне можно делегировать такие технические задачи, как установка и настройка платформы, например, интеграция с 1S или настройка экспорта в Яндекс.Маркет. А вот при эксплуатации непосредственно интернет-магазина вам придется поработать самостоятельно, заняться ценообразованием, маркетингом, работа с клиентами и заказами, постоянные e-mail-рассылки. Делегировать такие работы очень сложно и дорого, поэтому лучше их делать самостоятельно. Проектированием каталога вообще стараются почему-то не заниматься и делают его хаотически, но мы считаем, что с этого нужно начать непосредственно работу с интернет-магазином. Вам нужно сделать такой каталог, которым удобно ходить. Например, он должен состоять не более чем из 10 пунктов первого уровня, не более трех уровней вложенности, то есть раздел, подраздел, подраздел. И это максимум. Каталог должен быть максимально простым. Чем проще найти товар в этом каталоге, тем выше продажа. Учитывайте, конечно, при проектировании каталога еще и SEO, потому что, когда вы меняете структуру каталога впоследствии, ссылки сбиваются и вся оптимизация сайта спадает. Также каталог нужно балансировать. Вот посмотрите, в правой части экрана несбалансированный каталог, он как бы стоит на одной ноге, на левом, а правая висит в воздухе. Слева каталог устойчивый, то есть количество разделов и подразделов примерно одинаковое. То есть старайтесь, чтобы в одном разделе было одинаковое количество подразделов, а в подразделах примерно одинаковое количество товара. Так более удобно пользоваться сайтом. Для проектирования каталога можно воспользоваться обычным Excel. Вот на экране показан пример, мы готовили для клиента. То есть обычный раздел подраздел, прям забили в Excel название товаров, сделали колонки под свойства и распределили примерно товары и разделы свойства по группам. После этого уже очень легко будет заполнять сайт. Вообще тема проектирования каталога достаточно сложная, в рамках моего доклада ее сейчас осветить полностью не получится, поэтому подробности можете почитать в нашем блоге, там достаточно подробный кейс на тему проектирования каталога. При проектировании каталога также используйте возможности решения, то есть как выглядит каталог непосредственно на сайте. Даже вот в наших двух решениях он выглядит совершенно по-разному. В левой части меню у нас идет в столбик, а в правой части меню в строчку. В зависимости от вашего каталога ваших товаров может быть либо тот, либо другой выбор, как будет удобнее покупать. Про ценообразование тоже говорят уже достаточно много, но на самом деле все делится примерно на три группы. То есть цену на товар вы можете назначать либо исходя из себестоимости товаров, то есть посчитали сколько у вас затраты на выпуск продукции, сделали наценку и назначили цену. Второй вариант это конкурентная рыночная цена. То есть вы понимаете в каком рынке вы работаете, анализируете, выбираете какую-то среднюю и назначаете эту цену. И третий вариант это если у вас товары какие-то нишевые либо обладают какими-то уникальными свойствами, вы можете попробовать определить, а сколько потребитель реально готов заплатить за ваш товар. Часто эта цена бывает гораздо выше рыночной. Важно при формировании цены учитывать все-таки в каком регионе вы работаете. В крупных городах на первом месте люди ставят в первую очередь сервис. Это возможность быстрой доставки. Товар, допустим, должен лежать на складе. Удобная онлайн-оплата, какие-то программы лояльности. Да, конечно, юзабилити дизайн тоже не стоит забывать. Но, когда мы переходим в регионы, то на первое место выходит цена. Людям достаточно легко доехать из одного конца города в другой, и эту цену они не готовы переплачивать. То есть, они готовы просто взять, приехать, забрать товар, вместо того, чтобы заказывать какую-то доставку. Поэтому учитывайте обязательно это при определении цены на товар. Также можно использовать разные типы цен для разных категорий покупателя. Используйте вообще, в принципе, возможности платформы 1S Bittrex для того, чтобы управлять скидками, бонусами. Есть специальные трюки, обычные стандартные маркетинговые округления. Они реально работают, вы можете их внедрять в свои проекты. Дальше вам придется разработать какое-то свое уникальное предложение. Например, хорошее уникальное предложение у небезызвестной пиццерии. Если доставим за 60 минут, не доставим за 60 минут, то пицца бесплатна. Это действительно очень сложно повторить, и не все компании готовы давать такие обещания. А вот игра в цену достаточно плоха, и не стоит ее повторять. очень легко скопировать, очень легко перебить цену. Это не то уникальное предложение. Как, собственно, доносить это уникальное предложение? Во-первых, использовать маркетинговые активности самого сайта. Это либо главные баннера, либо второстепенные баннера на страницах товара. Их должно быть достаточно много под каждую активность. Проработайте контент на карточке товара. Сегодня уже об этом говорили, повторю еще раз. В интернет-магазине покупатель делает выбор только исходя из той информации, которую он видит на экране. Поэтому вы должны предоставить исчерпывающую информацию, описать все, что можно. В нашем решении в оптимусе есть сейчас все, включая документы вложенные и подарки. То есть просто нет такой информации, которую нельзя разместить в карточке товара. Просто пройдите и заполните. Вот пример, допустим, плохой. Достаточно крупный интернет-магазин по продаже для экстремальных видов спорта. Но ничего кроме названия и картинки нет. Такие страницы очень сложно продают и при конкуренции покупатель уходит. Не забывайте собственно говоря об оптимизации. Это тоже очень важный момент. Почему-то люди о ней вспоминают уже после запуска интернет-магазина ищут подрядчиков, кто им сделает SEO-продвижение. Но о SEO нужно задуматься на этапе проектирования. То есть когда вы делали каталог, вы уже должны его строить исходя из SEO-оптимизации. А платформа 1SBitrix позволяет очень много рутинной работы автоматизировать. Например, генерация метатегов. Один раз прописали и забыли. Дальше обязательно зарегистрируйтесь в Яндекс. Вебмастере и Google Search Console. Держите руку на пульсе об уведомлениях поисковых систем по поводу вашего сайта. Не игнорируйте их. Собственно, и не забывайте о маркетинге. Одна акция на интернет-магазине должна быть всегда. То есть пользователь должна встречать баннер с каким-то спецпредложением. Но не увлекайтесь, потому что если у вас всегда очень много акций, много товаров, участвующих в акции, то покупатели отвыкают платить реальную цену товара и могут сидеть и ждать, когда будет следующая акция. Поэтому используйте их аккуратно, но они всегда должны быть. Например, используйте функционал Битрикс подарки. В наших последних решениях они уже реализованы. Не обязательно делать дорогостоящие подарки, хотя бы какие-то салфетки, например, что-то недорогое, но это выделяет вас на фоне конкурентов. Когда вы оформляете заказ в интернет-магазине, вы всегда получаете письмо подтверждения о том, что вы зарегистрировали, оформили заказ, изменился статус заказа. Также есть регулярные рассылки. посмотрите какие рассылки приходят вашему клиенту. Как в левой части экрана или как вправо. Стандартные шаблоны 1С Битрикса не предназначены для того, чтобы продавать, а на самом деле с помощью электронных писем можно увеличивать свои продажи. Поэтому потратьте определенное время и ресурсы на приведение в порядок ваших транзакционных писем. Когда вы их приведете в порядок, готовьте уже рассылки клиента. Например, о забытых корзинах. В Битриксе этот функционал уже реализован. Вам остается только оформить шаблоны этих писем. Вторая часть маркетинга это кросс-селлинг. Не пытайтесь продать один товар. Всегда к одному товару можно предложить либо аксессуары, либо какие-то дополнительные товары. В Битриксе есть множество вариантов реализации этой стратегии. Например, мы смотрим акцию, у нас отображаются товары, участвующие в этой акции. Мы пишем статью о каких-то группе товаров. Тут же можно перейти в карточку, в данном случае велосипеда и посмотреть и купить его. Есть наборы и комплекты. Очень интересный функционал, когда можно назначить скидку на набор, предложить какие-то ценовые условия. То есть все это работает, все это нужно внедрять. Аналитика. Когда вы запустили интернет-магазин, как минимум нужно подключить счетчики Яндекс.Метрики и Google Analytics. Но на самом деле этого недостаточно для современного интернет-магазина. Для того, чтобы связать ваши данные о посетителях непосредственно с продажами, с рублями, которые вы получаете, вам необходимо подключить сервисы электронной коммерции. они уже позволяют отслеживать, какие товары больше покупают, какие категории товара, какие бренды, в каких случаях продаются лучше или хуже. Что считать в первую очередь? Средний чек, объем продаж интернет-магазина в месяц, количество товаров в заказе, понятно, что это не должна быть одна строка, конверсия, то есть как конвертируются ваши посетители в покупатели, и стоимость привлечения вашего клиента по источникам. То есть стоимость привлечения из Яндекс.Директ, стоимость привлечения из Google AdWords. Для наших клиентов в решениях уже сделаны специальные настройки и очень легко подключить эту электронную коммерцию. Поэтому поставьте эти галочки, включите эти счетчики и пользуйтесь, получайте, анализируйте данные. Для ускорения продаж запуска интернет-магазина обязательно настроите выгрузку в Яндекс.Маркет либо подобные площадки. Сейчас это достаточно просто сделать, но есть некоторые нюансы. То есть вам нужно пройти определенные чек-листы и соответствовать ваш интернет-магазин требованиям непосредственно к товарам и к самому магазину. Эти требования нужно выполнить и скоро станет обязательной функцией покупки на маркете. Битрикс эти все функции поддерживает, но есть некоторые нюансы исходя из ваших товарных категорий может быть потребуется некоторая донастройка. Например, если вы работаете с СКУ торговыми предложениями, когда у вас товар на нескольких цветах или размерах, вам потребуется, чтобы решение, на котором работает ваш сайт, поддерживало формирование URL-адресов уникальных для Яндекс.Маркета. Если этого поддержки нет, то вас не получится настроить выгрузку в разрезе СКУ в Яндекс.Маркет. Онлайн-консультанты уже прочно вошли в нашу жизнь. Они обеспечивают достаточно большой объем продаж и ни в коем случае их нельзя игнорировать. Онлайн-консультант является своим как менеджер в торговом зале. То есть, если он хорошо настроен, то он помогает совершать покупки. но все, кто уже пользовался какими-то интернет-магазинами, понимают, что онлайн-консультанты могут и вредить. Если вы настроили его на Зойлево, все видели, да, эти там, ой, вы там пробовали у нас 15 секунд, неужели вы ничего не смогли найти? Или там каждые 3 секунды выскакивает окно, а чем вам помочь? Ну, это вот как на Зойлево магазин, консультант в магазине, так же и здесь. Поэтому, если вы настроите правильно ваш онлайн-консультант, он будет помогать. И обязательно не злоупотребляйте сбором персональных данных. То есть, если вы при первой встрече спрашиваете номер мобильного телефона, ну, очень часто его не дают. В качестве вывода что можно сказать? Запуск интернет-магазина, в принципе, это системный подход, где можно с помощью определенного алгоритма снизить риски и прийти к результату с гораздо меньшими потерями. Старайтесь все-таки делегировать все, что можно и выполняйте только ту работу, которую невозможно делегировать. Это позволит вам запуститься быстрее и с меньшим количеством ошибок. При проектировании магазина вы решаете будущие проблемы. Поэтому, если вы его пропустите, то в следующий раз вам придется гораздо сложнее исправлять ошибки. И обязательно выбирайте проверенную платформу для запуска интернет-магазина, потому что сменить ее после очень-очень сложную. Итак, информация у нас есть на нашем сайте, достаточно обширный блок для e-commerce о том, как запускать интернет-магазин, какие статьи почитать, какие материалы, что предусмотреть. Поэтому подключайтесь к нам к диалогу. до конца сентября у нас действуют скидки для дополнительных модулей подключения к Яндекс.Маркету или к электронной коммерции. На этом все. Давайте перейдем к вопросам, если они есть. Я озвучу, наверное, вопросов здесь на самом деле достаточно немного. Просят отправить презентацию на почту. Я думаю, мы поступим следующим образом, что дадим ссылку в нашей рассылке, которая будет после вебинара. Мы, как обычно, выкладываем презентацию доклада на слайдшер. Можно будет ее там увидеть. В нашем блоге тоже будет анонс мероприятия. 1SBitrix стандартно после мероприятия высылает все материалы, которые вам потребуются. Да, то есть, сделаем рассылку. Дмитрий, спасибо. Если есть что сказать, то можно сказать или я передаю слово следующему спикеру. У меня пока все. Давайте дальше. Все, контакты есть, Дмитрий, если что, связываетесь. Спасибо большое, Дмитрий. Так, и давайте тогда следующего спикера я включу. Мария, должно быть уже слышно и видно. Так, давайте немножечко сейчас подождем. Мария, 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 сейчас тогда я предлагаю взять буквально минутный перерыв, попробуем сейчас связаться с нашими спикерами. в 2, Продолжение следует... Все, выяснили. Прошу прощения. Сегодня у нас много докладчиков. Так, я включаю тогда Сергея. Сергей, делаю презентером. Я просто немножечко запутался, видимо. Алло, алло. Да, Сергей, слышно. Вас слышно. Коллеги, вы слышите меня? Слышим, но пока не видим экрана. Надо нажать иконочку такую с экранчиком. С монитором. Все, теперь видно. Сергей, я тогда передаю слово. Представьте, пожалуйста, расскажите. Меня зовут Семко Сергей. Я представляю компанию Shop Logistics. На самом деле, мы чрезвычайно благодарны партнерам. В первую очередь, конечно, один из Bittrex, платформу, которую мы глубоко уважаем, которая делает большую работу для интернет-магазинов. Ну и, собственно, для партнеров, которые пригласили нас на данное мероприятие, это InfoSpice. Спасибо Константину, спасибо Екатерине. Они сделали работу за нас. Мы службы доставки, мы обеспечиваем комплексную логистику для интернет-магазинов. Собственно, InfoSpice сделал отличный модуль интеграции, который позволяет нас использовать при меньших трудозатратах, при меньших затратах времени и так далее и тому подобное. Я, на самом деле, отчасти хочу продолжить то, что говорил Дмитрий. Это айсберг, который топит интернет-магазины. Он совершенно верно перечислил основные, так сказать, препятствия на пути интернет-магазина. Но я бы еще добавил важный очень фактор, потому что вы сделали сайт, вы сделали интеграцию, вы дали уже рекламу, но не решили вопрос с доставкой. Коллеги, я хотел бы узнать ваше мнение, увидеть в чате. Работает ли уже ваш интернет-магазин? Поставьте плюсики, пожалуйста. Позвольте мне вклиниться. Я только скажу, что не в чате, а в разделе questions у нас плюсики можно будет увидеть. Подскажите, пожалуйста, а кто доставляет самостоятельно? Самостоятельно – это собственными, совершенно своими силами. Свои курьеры, свои ПВЗ и так далее. Ну хорошо, я немного расскажу о нас на самом деле, потому что мы хороши тем, что мы даем как раз комплексный сервис. Мы тот конструктор, из которого можно сложить приемлемую для ваших покупателей доставку. Доставку, которая может делать курьерскую доставку не только в столицах, в Москве и Питере, но и доставку в регионах, в наших более 50 регионах. Может интернет-магазин использовать нашу партнерскую сеть ПВЗ, собственную и партнерскую. Может использовать через нас, на самом деле, доставку через других партнеров логистических. Мы в том числе и агрегатор, причем один из первых в России. Через нас можно доставить. И многие другие. Пикпоинт, Инпост и многие другие службы. Если необходимо интернет-магазину, мы можем в Москве делать и классические. Только у меня пропал звук. Алло. Или не плюсики, а просто в questions. Есть звук или нет? Меня слышно? Кто-то меня слышит, я продолжу. В любом случае я дам свои контакты, и можно будет ими воспользоваться и что-то уточнить у меня. Хотел бы отметить, на самом деле, что можно воспользоваться нами как фулфилмент центром. То есть мы делаем и забор поставщика, и классическую складскую обработку, и доставку. Но сейчас я начну вас, на самом деле, пугать. Сейчас по календарю 20 сентября. Что это означает для интернет-магазина, который еще не начал работу или доставляет сам? Доставляет сам своими курьерами и своими ПВЗ. Это значит, что, скорее всего, если сейчас он не найдет способ доставлять в сезон, в декабрь, и не передаст той службе, которую он выбрал, уже какое-то число доставок, то, скорее всего, в декабре, если он начнет это делать, он уже не успеет этого сделать вовсе. Поэтому первая, первейшая рекомендация для интернет-магазина, либо найти тот вариант, который вас будет доставлять, либо даже в том случае, если у вас уже есть надежная доставка, может быть, даже и подстраховаться и продублировать. Продублировать, заключиться договор еще с кем-то, чтобы доставлять свои заказы не через один канал, а через два. Осень и декабрь – это, как правило, не только время, когда объемы заказов растут в очень большой пропорции по сравнению с остальным годом, особенно по сравнению с летом. Но это еще и время, когда с рынка уходят некоторые слабые игроки. Если ваша курьерская служба малоизвестная и совсем молодая на рынке, не поленитесь, заключите договор еще с какой-то службой, хотя бы для подстраховки. Я уж не говорю про то, что эта служба может уйти с вашими деньгами. Ну и еще ищите службы, которые могут предложить вам как раз то, о чем говорил Дмитрий – акции. Акции – это очень важно. Ищите в том числе и службы, которые помогают интернет-магазину акциями, чтобы не бороться вам с конкурентами ценой. Борьба по цене – штука интересная, но она, как правило, лишает вас части денег. Заработанных кровью и потом денег. Поэтому, допустим, если говорить о наших каких-то фишках, то за этот год, по крайней мере, мы сделали единый тариф и единые сроки доставки по Московской области. Нет вот этих страшных расчетов, а сколько там километров до покупателя? Четыре или семь. От этого есть в стоимости доставки и прочее, прочее, прочее. Все очень просто у нас. Это если доставка у вас за МКАД и до границ области, в Московской области, то у нас есть единый тариф и единый срок доставки – это доставка на следующий день. Или, допустим, вы находитесь в Москве, вы в интернет-магазин, и вы хотите сделать доставку бесплатной. Через нас это сделать намного проще, чем через какую-то службу. У нас есть тариф-дискаунтер по, как минимум, дюжине ПВЗ, а скорее всего, больше. И в том случае, если вы привозите свои заказы… Извините, слышно ли Сергея? Потому что мне здесь пишут в личку, что проблемы какие-то у нас со связью. Еще раз, пожалуйста, напишите. Если слышно, Сергей, я изменю, что перебил. На этом, пожалуй, я не буду. Я буду заканчивать свое выступление и с радостью передам слово коллегам из InfoSpice, Константину. Еще раз чрезвычайно выражаю свою большую благодарность сторонам, которые пригласили нас. Будем очень рады помочь с доставкой. Контакты с удовольствием предоставим. Алло. Если я правильно понял, Сергей уже закончил. Пишите, пожалуйста, в разделе Questions. У нас какие-то технические неполадки сегодня сплошные. Давайте посмотрим. Ну-ка. Продолжение следует... 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 В самом низу у меня были две такие штучки, как скорость работы интернет-магазина и безопасность интернет-магазина. Расскажу про несколько инструментов, которые есть в Bittrex, которые позволяют увеличить скорость работы вашего магазина. Ха-ха-ха, один инструмент он мне не покажет. Давайте попробую это сделать на своем основном тестовом сайте. Да, на демо-версию он не дает, видите, потому что у меня там домен. Так, смотрю, появился ли он мне. Скорость сайта глазами посетителей. Вот такой вот есть инструмент, который мы называем скорость сайта. Это показатель комфортности, насколько быстро открывается ваш сайт, причем, насколько он быстро открывается не только в сервере загружается, а насколько быстро он загружается именно в браузере вашего пользователя. То есть и учитывая и загрузку странички сервера, и распределение скорости по времени сайта и так далее. Все это здесь у нас указано. Не может, к сожалению, коллега подключиться. Но у нас с вами все работает. Да, не будем ждать его, продолжим сами. Вот, то есть показывает и откуда подключалось там тысяча последних хитов. По времени сайта здесь у меня, кстати, не до конца почему-то работает. Он должен был еще график показывать такой. Не показывает, но это возможно из-за того, что у меня здесь все такое тестовое настроено. Вот, то есть есть такой инструмент и есть интересный инструмент. Давайте вернемся сюда, как ускорение сайта с помощью CDN. Это такая технология, которая позволяет распределять то, что мы видели на предыдущей страничке, когда у нас, грубо говоря, сервер, на котором находится наш сайт, находится где-то в одном месте. Соответственно, если в нашем случае загрузилось распределение скорости сайта по времени, то есть можем посмотреть, какой у нас этап, сколько времени занимает проанализировать эту информацию. Я не буду на этих графиках и на этапах загрузки, отрисовки страницы останавливаться, потому что это очень подробно тоже в документации прописано. Как я говорил уже, да, вот здесь можно перейти. Про CDN. Смотрите, какая история. Обычно сайт, естественно, хранится где-то на каком-то сервере. И запросто может быть такое, что сервер у вас находится, как в нашем случае, в Москве, вот здесь. Пользователи посещают этот сайт и из Петербурга, и из, не знаю, что тут у нас, видимо, с города Орел, с Чебоксар, с Киева, и я вот с Калининграда сижу. Вот. И у каждого время загрузки сайта будет разное, и от множества причин зависит, ну и не в последнюю очередь, наверное, от расстояния, да. Здесь мы как бы тут более-менее недалеко все, а представьте, если на ваш сайт кто-то будет с Владивостока заходить. Это же через всю страну сигнал будет идти, и это также влияет на скорость загрузки вашей страницы. Так вот, инструмент CDN, он позволяет распределить контент вашего сайта, который находится на сервере, по серверам провайдеров по всей России, и в Санкт-Петербурге где-то, и там в районе Орла, и в Калининграде, и в Чебоксарах, и по всей России, вплоть до Хабаровска и Владивостока. За счет этого скорость загрузки увеличивается. Во-первых, за счет того, что серверов много, откуда берется информация. А во-вторых, за счет того, что я, например, находясь в Калининграде, я буду информацию частично скачивать с Петербурга, частично с Москвы, частично с Орла, и за счет того, что буду загружать его частями, это будет тоже, загрузка будет быстрее идти. Если кто помнит, да, в конце 90-х, когда файлы были, ну, пускай файлы были не такие большие, а вот скорость интернета была очень маленькая, то все часто пользовались так называемыми загрузчиками, да, там, FlashGate, там, Doodlot Master и прочее, для того, чтобы эти файлы серверов разбивать на куски и загружать несколько потоков. Это влияло на скорость загрузки, и здесь та же самая, в принципе, история. Еще один интересный инструмент для увеличения скорости работы вашего сайта – это композитный сайт. Давайте, наверное, попробую запустить ролик. Компания 1S Bittrex представляет уникальную технологию разработки сайтов – композитный сайт. Скорость отклика сайта в 100 раз быстрее, чем ранее. Пользователь мгновенно получает контент-страницы. Ваш сайт поднимается выше в результатах поиска. Растет конверсия интернет-магазина, а значит и ваш доход. Мы объединили скорость статического и возможности динамического сайта. Страница разделяется на две составляющие – статическую и динамическую. Статическая часть отображается мгновенно, а динамическая часть подгружается незаметно для посетителя. Вы не заметите технических сложностей. Вы просто будете знать, что ваш сайт быстрее других. Любой сайт на платформе 1S Bittrex может стать композитным. Обратитесь к нашим партнерам. Композитный сайт. Будь быстрее конкурентов. Ну так вот, раньше надо было обращаться к партнерам, а сейчас у нас появилась такая штука, как автокомпозит. Вот он у меня включен, кстати. Автокомпозит позволяет автоматически разметить ваш сайт, какую область загружать в композитном режиме, а какую нет. За счет этого можно, опять же, сэкономить денег и увеличить скорость отображения вашего сайта. Ну, опять же, показывать кнопку быстро с 1S Bittrex или нет, теперь можно выбирать самостоятельно. С нашей стороны мы все-таки рекомендуем, чтобы ее показывали. Во-первых, она приятна. Во-вторых, это хороший показатель видеть, загрузился сайт в композитном режиме или нет. Если эта кнопочка не отображается при включенной галке, значит, в композитном режиме не загрузился. Что еще по скорости работы сайта? Ну, у монитор производительности есть, опять же, такой инструмент, да. Это, наверное, уже больше для технических специалистов. Ну, вы можете запустить такое вот тестирование производительности вашего сайта. И пока ваш сайт работает, пока на нем посетители находятся, там какие-то покупки совершают или что-то, действия какие-то производят, да. Проводится тестирование такое нагрузочное, которое показывает, насколько у вас оптимально или неоптимально настроен Bittrex. Какие-то, если доработки были, то в плане разработки какие-то рекомендации дает и так далее. А вот Bittrex, он мне говорит, неоптимально настроен. Да, он, например, предлагает мне... Так, что такое? Остановить тест уже. Он мне предлагает сбор данных для отчета пути по сайту выключить. Да, потому что это немножечко на скорость работы влияет. То есть вот таким инструментом тоже можно пользоваться. Теперь, что касается безопасности. Тоже несколько инструментов есть. Ну, проактивная защита, да, которую просто надо включать. Сканер безопасности, сейчас посмотрим. Двухфакторная авторизация, интересная штука. Инспектор сайтов, давайте тоже посмотрим. И резервное копирование. Каждый из этих инструментов, давайте взглянем, что такое. Проактивная защита. Это специальный фильтр, который, ну, он знает основные, большинство известных атак на веб-приложение. И в потоке вот тех запросов, которые к вам на сайт приходят, он пытается эти атаки найти и заблокировать их. Можно добавлять какие-то исключения, да, можно выбирать, как будет реагировать на такое, такие, скажем так, опасные запросы, как будет система реагировать. Но тоже не буду останавливаться. Документация здесь прописана достаточно подробно. Еще один инструмент сканера безопасности – это облачный сервис. Вообще, Bittrex – это не просто платформа, да, это симбиоз платформы и различных облачных сервисов. Вот среди облачных сервисов и сканер безопасности, и CDN, и инспектор сайта, да, сейчас тоже посмотрим. Сканер безопасности – это такой сервис, который удаленно пытается, грубо говоря, проникнуть на ваш сайт и показать, какие у вас слабые места в защите вашего сайта. Сразу выдают рекомендации, что сделать для того, чтобы эти слабые места, эти дыры позакрывать. В принципе, ну, это хорошее подспорье, наверное, для, скажем так, опять же, для специалистов по безопасности. Но, в принципе, если вот документацию изучить, то, наверное, и какой-то просто более-менее технически подкованный человек сможет с этим инструментом запрос совладать и настроить систему вашим должным образом. Сейчас остановлю сканирование. Да, он у меня сразу пишет, что уровень безопасности административной группы не является повышенным. Что сделать? Повысить. Ссылочка сразу на политику безопасности. Ну, пароль к базе данных пустой у меня. Хорошо. Модули платформы, да? А, обновить предлагает. Я еще не обновился. Он мне говорит, что у тебя обновления есть, надо обновить их. И так далее. Еще один инструмент, двухэтапная авторизация, инструмент, который позволяет не допустить подбора пароля кого-то из административного персонала к вашему сайту. То есть, если вы используете какие-то простые пароли, да, то их достаточно просто подобрать к вашему сайту и проникнуть под видом администратора, навести какой-то вред. Нет. Вот двухэтапная авторизация позволяет использовать составные пароли. То есть, когда первая часть пароля, это та, которую вы держите в голове, которую вы помните, а вторая часть пароля, она генерируется, ну, либо вот на таком специальном устройстве, либо с помощью специального приложения, которое ставится на смартфон. Я вот, например, использую приложение, да, у нас и в App Store, и в Google Play лежит, называется Bittrex OTP. Здесь как раз про это написано. И вот, OTP. И при авторизации на сайте я ввожу ту часть пароля, которую я помню, и ту часть пароля, которая генерируется у меня через приложение. Там каждые 15 минут, по-моему, этот пароль меняется. Подобрать такой пароль, ну, в принципе, невозможно. Еще один инструмент – это инспектор сайтов, который у меня выключен. Ну, давайте попробуем его включить. Что это такое? Это, опять же, облачный сервис, который каждые 5 минут пингует ваш сайт. И отслеживать, доступен он сайт или нет. Потому что, вы знаете, бывали случаи, когда, особенно на крупных проектах, когда сайт падал из-за высоких нагрузок или из каких-то ошибок, и не был доступен, и владельцы сайта теряли деньги, пока им кто-то не позвонил, да, и не сказал, что, ребята, у вас сайт не работает. Вот это инструмент, который каждые 5 минут пингует ваш сайт. И если он вдруг недоступен, он вам пришлет уведомление, что ваш сайт недоступен. Уведомление либо в мобильное приложение на телефон, либо по почте, которую вы указали. Помимо того, что работосособность отслеживаем, он отслеживает еще срок регистрации домена и срок истечения лицензии 1С-Битрикс. То есть такой инструмент тоже есть, можно использовать. Ну и очень важный инструмент – это регулярное резервное копирование, которое тоже можно либо в облако, которое мы, место для бэкапа вашего сайта, которое мы предоставляем в наших облаках, либо в папке вашего сайта, сами укажете где. Ну, лучше, конечно, делать все-таки бэкап в облаке. Почему? Не дай бог что-то с сервером с вашим случится, вы всегда сможете оперативно развернуть свой сайт на другом каком-то хостинге, просто восстановившись из облачного хранилища. Очень, на самом деле, нужны вещи, за которые часто клиенты нас благодарят, потому что, ну, сервера могут сгорать, падать и так далее. Не знаю, Мария Ивановна убираться будет водой, зальет все, перемкнет там. И все. А так у вас всегда под рукой копия есть. И что еще хотелось бы сказать, так, может, раздел Quashions смотрю, как заменить положение кнопки Bittrex, 1S-Bittrex. Но это шаблон надо будет отредактировать, Игорь вот спрашивает. Надо редактировать шаблон, и там это делается. Тут вам потребуется знание HTML, CSS, либо обратиться к кому-то из партнеров. Так, про что еще хотелось бы рассказать, это про разные редакции. Мы говорили с вами про редакцию бизнес. Вот на сайте, в разделе продукты сравнят редакции, есть у нас такая удобная достаточно табличка, где можно посмотреть, чем одна редакция отличается от другой. У нас их несколько. Вот есть первый сайт, старт, стандарт, эксперт, бизнес и малый бизнес. Галками отмечены те модули, которые есть в той или иной редакции. На верху сразу можно цены посмотреть. Отдельно обращу внимание, что малый бизнес и бизнес несколько отличаются по функционалу именно модуля интернет-магазин. Мы вынесли это в отдельную табличку, и если интересно, то вот так вот она открывается. То есть в малом бизнесе нет возможности продавать товары в виде наборов или комплектов. Нет мультиколоночного прайса, то есть только один тип цены базовый. В малом бизнесе не получится сделать несколько типов цены. В малом бизнесе можно будет работать только с одним складом, если вы будете использовать складской количественный учет на вашем сайте. То же самое, остатки по складам магазинов можно будет посмотреть только в большом бизнесе. Накопительные скидки и программы лояльности. Мы сегодня про это не поговорили, но это доступно только в большом бизнесе, так же, как и аффилиатские программы. Что еще? Продажи электронного контента тоже только в большом бизнесе, но в остальном, в принципе, то, что касается интернет-магазина, они идентичны. Несколько есть там различия по другим модулям. Там, например, нет модуля обучения тестирования, веб-аналитике, техподдержки. Но далеко не всегда интернет-магазину нужна своя техподдержка. Что еще хотелось бы добавить по редакциям? Стоимость лицензии указана. Каждая лицензия приобретается бессрочно. То есть, если вы один раз приобрели, то она уже на всю оставшуюся жизнь будет вашей. В течение одного года вы сможете пользоваться облачными сервисами, приобретать решения с Marketplace и будете иметь приоритетную техническую поддержку и получать те обновления, те новые штуки, которые мы выпускаем, скачивать, устанавливать себе на стать. По окончанию этого срока, с момента активации лицензии, у вас два варианта. Либо сайт остается в том виде, в котором он у вас есть на текущий момент, и вы дальше с ним без проблем работаете, но без тех бонусов и плюшек, которые мы даем владельцам активной лицензии. Либо вы продляете активно свои лицензии еще на год, или за 22% от стоимости лицензии, если сразу, или за 60%, если больше, чем через месяц продляете лицензию сегодня. Тогда еще на год вы получаете возможность обновления скачивать, облачными сервисами пользоваться и прочими всякими плюшками. Если остались какие-то у вас еще вопросы, давайте я на них отвечу. Судя по всему, вопросов не осталось. Тогда я приостанавливаю запись нашего вебинара. Всем большое спасибо. Извиняюсь за небольшие технические накладочки, но, тем не менее, мы, я смотрю, уложились в нужное нам время. Ага, Екатерина хочет Екатерина. Давайте вернемся сейчас про тот могуль, про который нам рассказывал уже Сергей. Сейчас я включу Константина. Одну секундочку. Константин. Все, вижу Константин. Делаю органайзером. Константин, должно быть слышно уже и пока не видно, но я думаю, сейчас будет видно уже. Сейчас секундочку. Секундочку презентерам. Всем добрый день. Сейчас я... Константин, я думаю, можно начинать. Меня слышно? Хорошо. Никита? Я кратко покажу, как работает модуль. Извиняюсь за технические неполадки. Видимо, у Ситрикса были какие-то проблемы, у него присоединится. Значит, модуль, которым рассказывал Сергей, дает возможность быстро сделать расчет на этапе оформления заказа для клиента интернет-магазина, выбрать самовую свой курьер, оформить заказ для хозяина, владельца интернет-магазина, дает возможность передать заказ после его подтверждения, утверждения непосредственно в личный кабинет, службы до остатки слов, шоп-логистик. Таким образом, мы достигаем момента форматизации. Как работает модуль? Мы заходим, как клиент, как интернет-магазин, заходим, добавляем товар в корзину, переходим в корзину, подтверждаем и переходим к оформлению заказа. Во время оформления заказа мы, как всегда, выбираем регион. Ну, допустим, давайте выберем какой-нибудь другой. В Москве пока что, да. И на этапе выбора службы доставки мы видим, появляются несколько возможных вариантов. Шоп-логистик курьер сразу рассчитан для Москвы, указана цена и срок доставки, и также можно выбрать пункт самовывоза. Модуль позволяет встраивать собственные дизайнерские кнопки, в данном случае это простая кнопка у этого клиента, которая позволит вызывать карту пунктов самовывоза. Кроме карты на первом экране можно еще выбрать один из вариантов доставки другим партнерской службой. Но мы перейдем к карту. Появляется карта объектов, это пункты самовывоза, их очень много, в Москве шоп-логистик. Соответственно, мы можем приблизиться, выбрать какой-нибудь нужный нам пункт. На карте отображаются непосредственно как пункты самой службы шоп-логистик, обозначенной соответствующей иконкой, так и партнерские, Киеве, Боксбери. Мы можем отфильтровать по нужным нам пунктам. Если пункты мы уже выбрали, давайте выберем шоп-логистик, появляется информация о том, какой пункт мы выбрали. Стоимость доставки и срок доставки. Телефон, уже мы работаем. Соответственно, мы выбираем этот пункт, окно закрывается, обновляется, у нас появляется стоимость доставки, пункт самовывоза. Эта же стоимость доставки сразу же показывается в окне справа. Таким образом мы видим, что выбрали верный пункт, потому что у нас есть и уникальный идентификатор пункта, мы его передаем, по оформлению заказа выбран адрес, срок доставки, стоимость. Соответственно, дальше мы переходим к оформлению заказа, оформляем заказ. Что у нас получается в тот момент, когда заказ оформлен? Заказ оформлен, давайте посмотрим, каким образом устроены настройки. Настройки мы посмотрим в другом магазине. По настройкам. Заходим в настройки модуля, выбираем наш модуль. Соответственно, мы пропускаем все вопросы, связанные с ключами. Обычно есть и ключ, номер клиента, номер калькулятора. У ShopLogistic появился новый калькулятор, и его уникальную настройку тоже надо передавать модуль. Важная настройка – это количество средних заказов в месяц. Без этой настройки калькулятор считать не будет. В модуле реализована полная синхронизация местоположений Битрикса со справочником местоположений ShopLogistic. Это дает возможность точно передать в ShopLogistic город, как вы знаете, в Битриксе свои местоположения, не привязанные к справочникам ShopLogistic используют кладер. Соответственно, когда вы устанавливаете модуль, происходит первичная синхронизация городов в Битриксе, и проставляются уникальные айдишники городам в ShopLogistic. И таким образом, когда клиент выбирает город, мы уже знаем, какой это город в ShopLogistic. И, соответственно, эту синхронизацию можно сделать автоматически. Вы вставляете период, и у вас идет возможность быстро в автоматическом режиме незаметно синхронизировать города. В следующем пункте вы можете отправлять статус заказов в определенном статусе в ShopLogistic. В этом магазине они не отправляются. Соответственно, можно выбрать статус. Статусы подтягиваются из настроек интернет-магазина. С какого, например, подтвержден, ожидает комплектация. Вот с этого статуса заказы будут автоматически уходить в ShopLogistic. Соответственно, появятся в вашем личном кабинете. Если вам не нужно, чтобы даты, раньше заказы какие-то попадали в ShopLogistic, вам необходимо, соответственно, поставить дату, чтобы заказы, обработанные ранее, не передавали в ShopLogistic. Здесь вы проставляете автоматически время отправки заказа. То есть мы работаем на кроне, на агентах. Соответственно, для того, чтобы не грузить сервер, заказы отправляются в раз в определенный интервал, раз в 10 минут. Соответственно, здесь прописываются все дальнейшие настройки, которые автоматически берутся из вашего магазина при установке модуля. Также у вас есть возможность задавать процент оценочной стоимости для страховки заказа и указывать дополнительные параметры стоимости сборки и упаковки заказа. Эта стоимость будет добавляться к общей стоимости любой доставки курьером. И для самовывоза функции реализованы по желанию клиентов. И есть возможность брать товар со склада хранения. Если вы храните на соответственном хаде товары на соответственном складе ShopLogistic, вы можете спокойно передавать эти заказы товары на доставку со склада. Таким образом ShopLogistic будет знать, что товар уже на складе, и вам не нужно привозить его в ползабора. Технические настройки позволяют вам изменить внешний вид кнопочки, который у вас есть в пункте. Это вот, соответственно, вот эта кнопочка. Выбрать пункт самовывоза. Вы можете встроить так ту кнопочку, которая есть у вас непосредственно в вашем дизайне, в вашем интернет-магазине. Не нужно знать никаких технических особенностей. Соответственно, все работает из коробки. И подтягиваются настройки из модуля. Мы проверяем, что на все хорошо и корректно установлено. Валюта. Нужен город обязательно, чтобы был установлен на настройках модуля на интернет-магазина. Мы определяем, что это ваш магазин. Какое имя сервера, потому что это имя сервера должно быть заведено в настройках личного кабинета ShopLogistic. И должно совпадать с именем сервера, который указан здесь, чтобы все работало корректно. Простые настройки. В результате, после всего всех небольших, несложных манипуляций по инструкции, автоматические настройки, мы видим, что у нас появляются службы доставки ShopLogistic. Как вы видите, это магазин еще не сконвертированный. В сконвертированном магазине настройки аналогичные. Кроме того, что у вас появляется возможность добавлять несколько профилей. Сделать ограничения, например, доставка курьером по Москве с одной наценкой, а доставка курьером по Питерову с другой наценкой. Это все возможности появляются в профилях. Типовые возможности, автоматическая служба доставки наценка и дальнейшая интеграция с платежными системами, ограничения по весу, по габаритам. Соответственно, вот несложные настройки, но они очень сильно облегчают жизнь клиентам, которые выбирают удобную службу доставки ShopLogistic и позволяют в течение 15-20 минут самостоятельно установить модуль и приступить к работе. Если есть вопросы, готов ответить. Модуль работает как на сконвертированных магазинах, так и на сконвертированных магазинах. работает с типовыми и нетиповыми службами на оформление заказа. Соответственно, любой дизайн встраивается, и, соответственно, вы можете использовать независимо от того, типовое оформление заказа или пастельное. Коллеги, вопросы? Вопросов нет. Спасибо тогда за внимание. Я пока буду на фоновом режиме. Спасибо. Продолжение следует...